9 мая для нас особый день. В этот мирный день сотрудники приняли бой, держали оборону здания. 9 мая, в начале 10-го в Мариупольское городское управление прибыл в начальный гор управления полковник милиции Андрющук Валерий Николаевич. Он сказал, что он присутствовал с представителями городского исполнительного комитета на возложение цветов через Дня Победы. А на 9.30 собрал нас на оперативное совещание. В 10 часов, в 10 минут мы услышали о том, что на улице происходит стрельба. Стреляли автоматные, длинные автоматные очереди. Выглянув в окно, на центральный вход, мы увидели несколько неизвестных, которые находились в масках и с автоматами. Началось, ну, когда я сидела на рабочем месте, я услышала выстрелы. То есть, внизу под зданием. Естественно, я выглянула в окошко и заметила какое-то движение. То есть, так как у нас была хорошая охрана, ну, то есть, мы не ожидали того, что будет проникновение в само помещение. Когда началось нападение, через окно мне, что происходило в фойе, не было видно, но хорошо было слышно, как какие-то неясные крики и непосредственно сразу было слышно, что выстрелы из автоматического оружия. Вот. Я вооружился автоматом и через соседнюю комнату, где находились операторы 102, вышел в коридор дежурной части, принял меры непосредственно к обороне дежурной части. Здесь, получается, укрытие было, один человек успел встать здесь, один здесь стоял за отворотом двери, она металлическая, за отворотом двери. Один находился тут у меня немного в мертвой зоне, но чуть-чуть я его доставал. Ну, получается, трое работали по мне. Еще можно было нормально, хорошо, прицельно по ним работать, но, к сожалению, то есть огня была сильно высокая. Еще один переместился с фойе в комнату приема граждан, но только вот они в четыре автомата стали по мне работать, ну, соответственно, уже о прицельном огне в ответ уже не могло быть никакой речи. Там просто без вариантов. Они грамотно меня, скажем так, подавили мою огневую точку. Потом, да, предложили сдаться, значит, вывели двух операторов 102, помощника моего, меня, вывели нас всех вот в эту комнату приема граждан. Что вы в этот момент чувствовали? Ну, наверное, еще не осознали той опасности, которая в действительности происходила. Тут находился стол, нас поставили вдоль этой стены, вот. Мы сказали не пытаться завладеть оружием, не пытаться нападать, потому как будет подавлена любая попытка сопротивления. Непосредственно, кто с нами находился здесь, возле двери, один человек, один находился здесь в коридоре. Два человека находились, один на выходе с фойе в коридор и один на входе в дежурную часть. Я из сейфа взял свое табельное оружие, пистолет Макарова. На тот момент оружие было только у представителя территориальной обороны Днепр. Зам комбата Демиденко Сергей Владимирович, у него был с собой автомат Калашникова. На совещание с ним также прибыл Дермин Андрей Иванович, полковник. Это представитель Збройных сил Украины. У него с собой также был пистолет Макарова. После этого, вот в направлении, где я стою, это коридор, где мы находимся. С той стороны, где находится сейчас оператор, здесь находится основной вход на третий этаж. Выйдя уже из своего кабинета, я направился в эту сторону, где находится центральный вход. По дороге уже было слышно о том, что неизвестные говорят о том, что первый этаж наш, второй этаж мы захватили, поднимаемся на третий этаж. Подойдя к этой двери, я подошел вместе с Демиденко. В этой двери, буквально в проеме, между вторым и третьим этажом, мы видели этого неизвестного только до пояса, который поднимался со второго этажа, по всей видимости, шел в направлении третьего этажа. Находясь справа от двери, я произвел несколько выстрелов из пистолета ПМ через стекло. Ко мне присоединился Демиденко Сергей Владимирович, который тоже с автомата произвел несколько выстрелов. После этого неизвестный отошел, он больше не появлялся в поле нашей видимости. По команде Демиденко, Демиденко сказал о том, что нужно баррикардировать двери. Все находящиеся в кабинете Андрущука начали с этого коридора, выносили мебель, выносили сейфы, выносили все крупногабаритные предметы, которые попадались под руки. После этого в направлении коридора вход на третий этаж также есть со стороны второго этажа. Мы услышали автоматную очередь в нашу сторону. И также с этой стороны была брошена в нашу сторону светошумовая граната. Светошумовая граната где-то в двух метрах остановилась от нас. Отфутболивая ее в обратную сторону, заняли позиции возле этих дверей. И мы поняли, что возможно на наш этаж, на третий этаж, там где находится кабинет начальника, возможно проникнуть только с этой двери и дальняя дверь с коридора. В какой-то момент на этой позиции остался я, остался Демиденко Сергей Владимирович и остался Дермин Андрей Иванович. Оставшиеся наши коллеги заняли позицию возле кабинета начальника, поскольку у них находился только один пистолет Макарова. Это было утреннее время, я думаю, это было где-то в 7.30, ближе к 8, наверное. Ну, точнее, наверное, в районе 8. Ярмоленко Михаил находился в дежурной части, то есть как раз время пересменки, пребывает новая смена, меняется старая смена. Я в своем разговоре, когда подходил к дежурной части по прибытию подразделения, говорил Мишань, давай быстрее меняйся, мы там пошли с нами, пройдемся. Это же как бы праздники, были свои какие-то платочные разговоры, наверное. Ну, по всей видимости, не суждено ему было раньше уйти. Неизвестные вытолкнули в коридор нашего сотрудника. Вслед за ним была произведена автоматная очередь. То, что я увидел, я увидел о том, что это был Ермоленко Михаил. Но то, что он был ранен, я об этом не знал, это узнал спустя буквально через 3-4 часа. В какой-то определенный момент начали стрелять в нас, поэтому мы отошли в приемную, и мы не видели, что происходило дальше. Бытует мнение о том, что якобы нашего сотрудника Ермоленко на третьем этаже ранили военные, или кто-то из нас присутствующих. Это неправда. Ермоленко ранил именно, и в него произвел выстрел тот человек, который его вытолкнул с перехода. Насколько мне известно, у него было полевое ранение то ли в пах. Ну, после этого, так как был пожар на третьем этаже, он пытался спуститься с третьего этажа, но это получилось совсем у него неудачно. Ну, как бы не смог, он, видно, большая потеря крови была удержаться, он не смог и упал вниз с третьего этажа. Он был добрый, добросовестный человек, которого все уважали и любили, в принципе, которого мы всегда будем помнить. Ермоленко Миша был очень добросовестным, порядочным, трудолюбивым, отзывчивым человек, который никогда никому не отказывал. Ну, за моей спиной третий этаж, вот окно, которое находится ближе к трубе, в проеме этого окна на момент захвата находился начальник ГАИ на то время, Саенко Виктор Александрович, и начальник отдела информационных технологий, пивоваров, Руслан Анатольевич. С перехода, где вы видите, черная пленка сейчас находится, здесь находились неизвестные, которые захватывали городское управление. Именно вот окно, где видно ДСП, оттуда производился выстрел именно у наших сотрудников. После того, когда Саенко первый спрыгнул, неизвестный произвел именно смертельный выстрел, и от этого сверху вниз, когда Виктор Александрович уже находился здесь, на земле. После него, следом за ним, выпрыгнул и пивоваров, Руслан Анатольевич. Но, со слов пивоварова, я с ним общался, после всех этих событий, он сказал, когда он подошел к Саенко, Саенко был уже мертв. И то, что говорят о том, что Саенко застрелили наши же военные, это не соответствует действительности, потому что это не может быть априори. Все произошедшее, это было в первые 10-15 минут, а военные были здесь не менее, чем через 40 минут. Также с этого окна, впоследствии, Ермоленко погибший тоже выпрыгивал, и еще ряд наших сотрудников. Два из них сейчас уже находятся на пенсии, но пивоваров до сих пор практически не ходят, у него повреждены обе ступни. Ну и благодаря только нашим сотрудникам, которые покидали уже административное здание, пивоваров была вовремя вызвана скорая помощь, и все остальные последствия были бы намного хуже, чем сейчас на это время. Из-за угла, из дальнего коридора, в нашу сторону периодически производились автоматные очереди. Заняв позицию здесь, Демиденко сказал, что оставаться нам здесь, блокировать этот вход, а он пойдет, попытается заблокировать дальний вход. Но буквально отойдя 20 метров, Демиденко был ранен, он был ранен в шею и в ногу. Прихрамывая, он отошел назад, и мы снова заняли позицию возле этих дверей. В этот момент вспомнили о том, что здесь, буквально за моей спиной, находилась приемная. Приемная двух заместителей, зам по общественной безопасности и зам по опыту. Вспомнили, что у одного из заместителей находится автомат. Выбили дверь, забрали этот автомат и заняли позицию снова возле этих входных дверей. Возле двери остался я, остался Демиденко, а Демиденко Андрей Иванович пошел опять в коридор, к дальним дверям, чтобы занять позицию. Он тоже, буквально не дойдя 2 метра до двери, из-за угла, на уровне пояса, в его сторону, был произведен выстрел. Этот выстрел повторился, и потом снова автоматная очередь. Дермин также был ранен. Демиденко сказал, чтобы он ложился на пол и на спине уже в нашу сторону отползал. Дермин так и сделал. Лег на спину, уже будучи раненым, и отполз на то место, где я стою. После этого было принято решение перекрыть основные входы, то есть этот афорт и тот дальний вход, со стороны приемной. Зайдя втроем в приемную, заняли положение. Справа от входа находился Дермин, слева от входа находился Демиденко. Я занял позицию у окна. У них находились автоматы, у меня был пистолет. Подойдя к окну приемной, я выгнал в окно. Это третий этаж. На улице я увидел неизвестный, который находится возле автомобиля движенной части. Их там было порядка пяти. Они были в балаклавах и с оружием, с огнестрельным. Я видел буквально три человека, у которых были пистолеты Макарова. То есть увидев там, что на улице находятся неизвестные с оружием, я произвел несколько выстрелов в их сторону. В это время ко мне подошел Демиденко и сказал, что с пистолетом ты здесь ничего не сделаешь. Прицелился в одного из нападавших, но, к сожалению, он не успел произвести выстрел. В какой-то момент он отошел от окна и сказал, что его ранили и что он истекает кровью. Все это было буквально две-три минуты. Через три минуты Демиденко умер. Он умер у меня на руках. Слышал непосредственно, чтобы столкновение наверху ушло. То есть нападающие стреляли, сверху отстреливались. Но кто конкретно там вступал в бою, мы не знаем. Но еще до этого дверь в приемную мы втроем успели забаррикадировать. Потому что здесь находился шкаф, здесь находилось несколько столов, здесь находился сейф. То есть фут был забаррикадирован. Буквально через несколько минут мы услышали о том, что с этой двери в нашу сторону стреляют. И также стреляют по коридору. И было слышно о том, что неизвестные переговариваются и говорят, что здесь осталось двое. Находясь в приемной, мы уже остались с Дерминым вдвоем. Ну, военные по телефону общаясь, давали команды определенные своим коллегам. По телефону общаясь с начальником городского управления, Валерий Николаевич сказал, что сейчас вызвана помощь, и что в скором времени подойдет помощь. Буквально минут через 40. Это все происходило очень быстро. То есть с момента, когда мы услышали о том, что с улицы стреляют, и до того, когда мы уже заняли позиции, минут 40-50, мы услышали о том, что с улицы также проводятся выстрелы. Кто стрелял, мы не знали, потому что мы заняли позиции. И предположительно, зная о том, что Демиденко был убит снайпером, потому что с улицы невозможно было выстрелить на третий этаж прицельно. То есть, возможно, снайпер находился на соседней улице, многоэтажки. Мы заняли позицию так, чтобы невозможно было прострелить через окна в нашу сторону. То есть мы заняли позицию практически у стены. Но все это время мы слышали о том, что по зданию кто-то передвигается, кто-то переговаривается. Были слышны определенные клички, позывные, возможно. И они были готовы, с их слов, штурмовать третий этаж, чтобы добраться до, я так понимаю, до руководителя. Мы когда начали успокаивать девчонок, то есть между собой никаких провокационных речей не вели, именно успокаивали девушек, которые с нами были. Они как бы этому не препятствовали. Наоборот, все будет нормально, они, это самое главное, не делайте глупостей. Потом уже где-то минут через сорок, после того, как уже стали наверху, стрельба одиночными пошла уже, нам предложили покинуть пределы одних зданий непосредственно через запасной выход. Практически мы выбирались уже под обстрелами, когда непосредственно обстрелывалось все здание. То есть стены на стонке, поэтому мы уже практически ползли к выходу и уже выбирались через запасной вход. Какое-то время услышали стрельбу из, скажем так, из тяжелой техники. Стрельба практически не прекращалась. Одновременно с этим была и автоматная стрельба. Что происходило на улице, мы не знаем. В определенный момент вышли в коридор и увидели о том, что коридор покрылся, ну, не покрылся, а уже был окутан дымом, уже практически ничего не было видно. Но Дельмин сказал, что мы находимся здесь, пока не поступит какой-то команды. То есть мы находимся, мы заняли свою позицию, мы здесь находимся до конца. После этого было слышно о том, что неизвестные уже кричали о том, что пора уходить, что на помощь пришла тяжелая техника. Буквально в какой-то момент начальник управления позвонил мне по телефону и сказал, что нужно попытаться пройти уже в его кабинет. Потому что общаясь по телефону, мы сказали о том, что Сергей Владимирович Демиденко погиб, возможно, его застрелил снайпер. Мы вместе с Дерминым вышли в коридор, но выйдя в коридор, мы уже никого не увидели. Мы еле-еле прошли в направлении кабинета, где находился на тот момент начальник и военные, и милиционеры, которые с ним находились. Пол был подорван, стены в дальнем коридоре уже горели. То есть как бы охонь был еще метров 20-30. Пройдя буквально несколько метров, мы услышали автоматную очередь с дальнего коридора и быстренько ушли в направлении кабинета, где находился начальник. Подойдя к кабинету начальника, в приемную начальника дверь была забаррикадирована. Мы вместе с Дерминым разобрали предметы мебели, зашли в кабинет, потом подал условный сигнал, нам открыли, и мы попали в кабинет начальника. И обратно двери также забаррикадировали большим столом. Обои изодраны, ни одной картины не осталось, все было прострелено и расстрелено. У начальника была комната отдыха, мы подошли, мы через кабинет пошли в комнату отдыха. Выглянув в окно, мы увидели, что возле здания городского управления очень много гражданских и очень много военных. Но гражданских тысячи, две, три было. Очень много. И в этот момент, в этот же кабинет опять начали стрелять. Стреляли по всем окнам. Я также предполагаю, что, возможно, снайпер находился, который целенаправленно стрелял, узная, где находится начальник города Мариуполя. Буквально в какой-то момент, находясь в комнате отдыха, был слышен выстрел. И после этого выстрела, именно со второго этажа, по нам, пол уже горел, он был деревянный. В этот момент уже, именно в комнату отдыха, стреляли со второго этажа, со словами Аллах Акбар. То есть уже пол был, ну, была нарушена его целостность. Мы немножко отошли, все находящиеся там, у нас на тот момент там уже находилось порядка восьми человек. Мы немножко ушли с этой комнаты, но и не могли выйти в основной кабинет, поскольку он полностью простреливался. Приняли решение, что нам нужно покидать каким-то образом здание, потому что уже невозможно было дышать. Во-первых, кабинет заволокло дымом, а с улицы стрельба в окна начальника практически не прекращалась. Но в определенный момент стрельба прекратилась. И после этого мы приняли решение о том, что нужно покинуть этот кабинет. Мы не смогли выйти в коридор, поскольку здание уже сильно горело. Закрыли двери обратно. Выглянув в окно, которое выходит на улицу Артема, поняли, что это единственный выход из этого здания. Но у нас не было ни лестницы, ни каких-либо подручных материалов. Висели жалюзи. Мы начали все срывать жалюзи, начали связывать жалюзи, делать что-то подобие какого-то каната, чтобы попытаться спуститься. Срывали все месте. Кто-то срывал, кто-то вязал. После этого привязали так называемый канат к батарее. Уже пытались спуститься. Но вы сами понимаете, что конструкция... Это был не выход, но это была попытка. В этот момент, выглянув в окно, увидели пожарную машину. Позвонили по телефону начальнику МЧС. Попросили по возможности, если есть длинная лестница, чтобы машина подъехала к нам. Объяснили, где мы находимся. Буквально 3-4 минуты машина подъехала к этажу. И мы увидели на своем этаже уже выдвигающуюся лестницу. И к нам поднималось два гражданских парня. Парень 25-26 лет. У одного из них была сумочка с красным крестом. Медицинская. На месте этот парень оказал помощь нашему коллеге Черкас, Богдану. Потому что у Богдана были очень посечены ноги. Мы ему еще первоначально оказали помощь, находясь в комнате отдыха начальника. Но обе ноги были перевязаны. Он ему оказал медицинскую помощь. И поскольку военные и Богдан были наиболее травмированы, они первые спустились по этой лестнице. Последними из трех оставался Андрущук, Паниотов и я. Андрущук сказал, что он последний покинет это здание. И после военных начали спускаться по лестнице вниз. Мы увидели, что там толпа очень большая. И военные. И также увидели машину скорой помощи. Передо мной спускались военные. Их поместили в скорую помощь. Буквально проехал несколько метров. По этой скорой помощи был открыт огонь. Кто открывал огонь, кто стрелял. Неизвестно. Когда я спустился на землю, у меня сняли пиджак. Сказали, чтобы уходи дворами. И поживее уходи с этого здания. Саму опасность ты уже ощутил только тогда, когда уже был в безопасности. То есть, когда непосредственно происходили все эти действия, ты не задумывался о том, что тебя могут убить. То есть, ты действовал уже инстинктивно. То есть, думал за своих товарищей, за себя. Как-то я уже начал отходить от горячки боя. Грубо говоря, уже пришло осознание. Было страшно. Часто коллеги спрашивают, страшно было это или нет. Я вам скажу, не могу сказать однозначно. На тот момент это все происходило очень быстро. Это было не страшно. Страшно было потом, когда мы узнали о том, что наши коллеги погибли. Мариупольский гарнизон понес невосполнимые утраты. И сейчас мы с семьями погибших скорбим. В рядах Мариупольской милиции не стало Виктора Сыенко, Михаила Ермоленко. Своих бойцов потеряла Национальная гвардия Украины. Вооруженные силы, полк АЗОВ. Каждый из нас, кто носит погоны после этих событий, переоценил значение слов. Присяга, патриотизм. Сейчас идет сложный процесс реформирования всей милиции Украины. Меняются принципы работы. Обновляется кадровый состав. Из милиции уходят те, кто не могут реагировать на кардинальные изменения. В 2014 году из ряда Мариупольской милиции ушло 188 сотрудников. Взамен их приходят настоящие патриоты. Сегодня милиция выполняет военные функции. Несет круглосуточную службу на блокпостах. Осуществляет охрану объектов жизнедеятельности города. Несет службу в горячих точках. Мы объединили усилия для сохранения целостности Украины. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Милиция способна дать отпор террористам и защитить город от диверсий. Продолжение следует...